Сергей Еремин сегодня официально ушел в отставку. Решение мэра поддержал Горсовет. Уже завтра обязанности градоначальника официально будет исполнять первый зам Еремина Вячеслав Логинов. Когда пройдут выборы на вакантную должность, и кто может возглавить эту гонку, расскажет Денис Козлов. Здравствуйте, друзья! На свой последний отчет перед Горсоветом мэр идет в приподнятом расположении духа. По крайней мере, так видится внешне. Глава города подводит итоги пятилетней работы. Тут и фирменные выражения Еремина из разряда «Мы вывели город на новую орбиту развития», причастали ДНК, а также благодарности. Но если без эвфемизмов, то, по мнению Еремина, было пять основных векторов развития, которые по-хорошему должен продолжать следующий мэр. Это работа с бюджетом. Помните о том, что город для горожан, на примере проекта «Центр мира», дальнейшее благоустройство набережных и скверов, приоритет для пешеходов и экологического транспорта, и социальная инфраструктура, сады и школы. Ну и, конечно, фирменный наказ для того, кто придет после. Не надо забывать, ножками надо гулять. Ножками. Это далеко сделал не Еремин. Это все вместе мы делали. Весь город делал. У нас миллион сто членов нашей семьи. И мы многие участвовали в этом процессе. В целом, большинство депутатов с мэром прощаются по-товарищески. Впереди главное – голосование за отставку. На добрые и прощальные слова никто не поскупился. Сергей Васильевич, спасибо вам за работу. Я, безусловно, желаю вам всего самого-самого доброго. Я думаю, никто не поспорит с тем, что за эти пять лет город преобразился. Успехов вам на новой службе. Приветствую этот шаг. Надеюсь, что Сергей Васильевич не забудет о городе Красноярске и также будет уделять ему внимание во всех тех полномочиях, которые ему теперь достались. Решение принято. Впереди новая должность заместителя губернатора по вопросам благоустройства городов края, в том числе и его столицы. Еремин, судя по всему, готов применить уже наработанные навыки на новых территориях. Те технологии надо постепенно, чтобы они там тоже приживались. А это рутинная работа. Это, понимаете, даже элементарная гигиена. Мы утром встаем, заспаны, кое-как себя раскачали и так далее, привели себя в порядок, все можно жить. И там надо с таких обычных вещей начинать. Поэтому я думаю, что есть ряд технологий, понятно, я понимаю, и глава муниципалитетов не просто. Опыт есть, он точно нормальный, позитивный. Уже завтра исполняющим обязанности градоначальника города станет Владислав Логинов, его первый зам. Таков закон. С 4 августа по 2 сентября начнется прием документов от кандидатов на пост. Мэром может стать любой человек, кому уже есть 21 и не было проблем с законом. Решать, кто станет наиболее достойным кандидатом, будет специальная комиссия. 5 человек утвердит губернатор края, еще 5 назначат депутаты гурсовета. В приоритете при отборе 5-летняя программа по развитию города, которую планирует реализовать кандидат. Что касается самого очевидного варианта на пост мэра, то он пока думает. Да и дела городские, доставшиеся в наследство от Еремина, доделать надо. Для этого есть еще время подумать. Я посоветуюсь с родными и близкими. И после какого-то периода наверняка приму решение. Нам самое главное, качественно, вовремя, в срок, при хороших погодных условиях, закончить те объекты, которые были начаты весной этого года. Поэтому здесь у нас не должно быть никаких сбоев, срывов, отклонений от сроков. Конкурс по отбору кандидатов пройдет 8 сентября. Поэтому пока говорить о том, кто возглавит предвыборную гонку, рано. На расстоянии городского. Я вас обнимаю. Денис Козлов, Эдуард Баглай, 7 канал.